По официальным данным от коронавируса скончались 4720 человек. 3000 жертвы пандемии в китайской провинции Хубей. Второе место по количеству смертей занимает Италия. Более 1000 жертв. В России зафиксировано 28 случаев заражения. 25 у россиян, вернувшихся с Пиренеев. 2 у граждан Китая, 1 у итальянца. В Бурятии подозрения на коронавирус не подтвердились. Наши граждане, наши земляки, которые были в Китайской народной республике, в Европе, в Италии, Германии, Франции, по возвращении в обязательном порядке они обращались в медицинские учреждения. Ну а если заболели, значит необходимо оставаться дома и вызвать врача скорую помощь на дом. Они должны находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поезда к заграницу. Некоторые авиакомпании уже отказались от полетов в страны с неблагополучной обстановкой. Государства закрывают границы, а туристы, возвращаясь домой, отправляются на карантин. Чемпионат Европы по футболу и Олимпиады в Токио под угрозой срыва. Футбольные трибуны опустили. Приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Португалии. Чемпионат Англии будет проходить без зрителей до конца сезона. Коронавирус подтвердился у тренера Арсенала Микеля Артеты, игроков Челси, Ювентуса и Самптории. Лестер ждет анализы троих игроков. Баскетболист Юты Руди Габер пошутил над эпидемией. После пресс-конференции он постучал по всем микрофонам за его столом. А через пару дней узнал, что оказался заражен коронавирусом вместе со своим одноклубником. За время инкубационного периода они провели несколько матчей. На сегодня чемпионат НБА приостановлен на неопределенный срок. Баскетбольная Евролига последовала американскому примеру. Среди потенциально зараженных – президент Бразилии и несколько депутатов Российской Госдумы. Диагноз подтвердился у актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон. Страдает киноиндустрия в целом. Девятую часть «Форсажа» перенесли из-за пандемии на целый год. А «Тихое место» – два на неопределенный срок. На фоне новостей крупнейший порносайт предоставил жителям Италии премиум-аккаунты бесплатно. Пожалуй, это единственная хорошая новость. Специалисты призывают соблюдать простые правила гигиены. Регулярно мыть руки с мылом, протирать гаджет спиртовыми салфетками и ограничить тесные контакты при приветствии. Мы решили узнать у горожан, опасаются ли они пандемии. Боитесь ли вы коронавируса? Нет. Письмо? Потому что он сюда не придет, здесь холодно. Ну, уже теплеет, не знаю, как бы надо одевать маски там, чтобы не заразиться. Ну, а чего вы его бояться-то? Гриб да гриб. А что вы делаете, чтобы не заразиться? Какую гигиену соблюдаете? Никакую не соблюдаю. Как обычно жил, так и живу. Я не боюсь заразиться. А почему вы не боитесь, уверены в этом? Ну, вы знаете, мне кажется, что это сидит где-то в мозгах людей. Люди просто боятся. А чем больше боишься, тем ты получаешь то, что ты боишься. Вещь плохая, никому не советую. Чувствуем панику вокруг, при том на международном уровне. Ну, от нас делаем все возможное, не посещаем массовые мероприятия, хотя бы так. Не выезжаем за границу. Все, бережем себя и своих детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!